В Иордании крещающийся Тебе, Господи, Тройческое явися поклонение, Родители в Бог глаз свидетельствовавши Тебе, Возлюбленного Тебя Сына именуя, И Дух в виде голубини, Известовавши в словесе утверждения, Явлейся, Христе Божий, И мир просвещей слава Тебе. Этими словами Святая Церковь чествует день крещения Господня. Также этот день называется Днем Богоявления. Сегодня мы поговорим об этом. И мы начнем нашу беседу с третьей главы Евангелия от Матфея, с первого стиха и ниже. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует пустыне иудейской и говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо Он тот, о котором сказал пророк Исаия, глаз выпивающего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Здесь мы видим, что Иоанн Креститель – это необычный пророк. Обычно пророки пророчествовали о ком-то, а здесь о самом этом пророке было пророчество у Исаии, в котором Иоанн Креститель называется «гласом, выпивающим в пустыне». И далее. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чеслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Одежда из верблюжьего волоса берется из умершленого верблюда. Точно так же и кожаный пояс выделывается из умершленого животного. Это символы того, что человек должен умершлять свои плотские страсти. И современные монахи носят кожаные пояса в знак того, что они обязаны умершлять свои плотские страсти с Божьей помощью, насколько это им удастся, насколько это у них получится. Мы видим, что пища Иоанна Крестителя была неприхотлива, акриды и дикий мед. Акриды – это род кузнечика. Закон Божий разрешал вкушать эту пищу. Закон Моисеев. И дикий мед, который до сих пор встречается, когда даже не только в дуплах деревьев, но и в пещерных норах пчелы свивают свои улья, имеются в виду дикие пчелы. «Тогда Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордании, исповедуя грехи свои». Отцы церкви обращают внимание на то, что Иоанн Креститель этот глаз, вопиющий в пустыне, проповедует не в городе, не в селе, не на распутии дорог, а именно в пустыне. Казалось бы, это очень нелогично. Почему он так делал? Он хотел показать еврейскому народу ту внутреннюю пустоту, нравственную, моральную, в которой они оказались. Потому что вид величественных строений он очаровывал даже святых апостолов. Помните, когда апостолы со Христом выходили из храма, апостолы показывали ему эти великие строения, потому что видели, что он не обращает на них внимания. На что Христос сказал, камня на камня здесь не останется, все будет разрушено до основания. Другая причина заключалась в том, что в пустыне родился еврейский народ. Во время исхода из Египта, когда в течение 40 лет они ходили по пустыне, родилось новое поколение еврейского народа, которое не помнило жизни в рабстве. То есть, как в некой такой горниле искушения, они рождаются в этой пустыне. И то, что Иоанн проповедует здесь, на берегу Иордана, пройдя через который еврейский народ вошел в землю обетованную, это было как бы напоминание основ их веры, происхождения их веры. Нам всем очень важно вспоминать обеты нашего крещения, которые мы давали сами, или за нас эти обеты давали наши крестные родители. Обновление обетов веры при вступлении в церковь – это очень важный момент в жизни каждого христианина. Поэтому мы рассматриваем две причины, почему он проповедует именно в пустыне и в пустыне иудейской. Она так и называется, потому что в ней родился иудейский народ как цельная нация. В Египет они пришли как семейство Иакова, а во время выхода из Египта стали народом. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им, «Порождение и хидны! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния и не думайте говорить себе, «Отец у нас Авраам! Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Люди толпами, как мы видим, выходят креститься у Иоанна. Обряд крещения, который совершает Иоанн, это не христианское таинство. Это иудейский обряд микве, то есть обряд всецелого погружения в воду. Он описывается в книге «Левит», когда оскверненный человек, который осквернился от прикосновения к мертвому или от чего-то нечистого, он совершал этот обряд. Или человек был вдалеке от Святой Земли, вернулся, он тоже совершал этот обряд. Но здесь удивительно, что этот обряд совершается над жителями Иерусалима и Десятиградия, и иудеи, над потомками Авраама, потому что чаще в те времена этот обряд совершался и над теми людьми, которые физически не были потомками Авраама, но принимали иудаизм. Над ними совершали не только обрезание, но и такое всецелое погружение в воду. Само это слово «крещение», оно и означает по-гречески «погружение». Иоанн Креститель по-гречески называется «Иоаннус Баптистус», то есть Иоанн, который погружал, который крестил. И вот люди приходили в надежде, что как потомки Авраама они могут быть очищены в первую очередь. Но это серьезная ошибка. Со своих верующих, особенно с православных христиан, Господь спрашивает значительно строже, чем с обычных людей. А в те времена именно с аудеев Господь спрашивал значительно строже, чем с язычников. Иоанн Креститель проповедует, что уже из секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают огонь. Секира, лежащая при древе, это римская оккупация, которая угрожала еврейскому народу даже полным уничтожением, но как минимум рассеянием. И если бы они обратились к Богу с истинным рассуждением сердечным, с искренностью, то ничего дурного не произошло бы. Но так как они отвергли Христа, они потеряли Эра Цесраэль, землю Израиля, они потеряли святой храм и оказались в галуте, в изгнании, которое продолжается вот уже почти две тысячи лет, и ему не видно конца. «Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Здесь прямая аллюзия с притчей о смоковнице. Смоковница – это символ Израиля, но смоковница, которая не плодоносит, таковой не считается, она считается сорняковым кустом и придается огню. «Я крещу вас в воде и покаянии, но, идущие за мной, сильнее меня. Я не достоин понести обувь его, говорит Иоанн Креститель. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Крещение Духом Святым и огнем – это погружение в благодать Духа Святаго. Когда в День Святой Пятидесятницы апостолы сподобились крещению Духом Святым, заслугами Христа по воле Отца Небесного, от которого исходит Дух Святой, то огненные языки появились над их головами, они были объяты этим огнем. Потому что крещение означает погружение во что-то. И крещение Духом Святым – это погружение в Духа Святаго. Но есть другое объяснение. Крещение Духом Святым и огнем. Духом Святым крестятся те, которые сподобляются получению этой благодати через очищение своих сердец в струях крови Сына Божия. А те, которые этого не делают, они сжигаются огнем, как никому не нужная солома. Причем в древней экзогетической традиции огонь адский и огонь Божий, огонь благодати – это один и тот же огонь. Об этом пишет Андрей Кисарийский в своем комментарии на апокалипсис. Причем для верующего человека огонь Божий – это источник света, отдохновения, тепла и радости. А для неверующих этот же огонь не является источником света. Это черный огонь, который не является источником тепла. Он сжигает холодом адских глубин. И далее мы видим подтверждение этому истолкованию. Иоанн Креститель продолжает говорить о Христе. «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу». Житница – это Христова Церковь, а солому сожжет огнем неугасимым. Поэтому речь идет о двух объятиях пламенем. Это крещение в Духе Святом, в Духе Святом благодати огненных языков. И это как никчемная солома, то, что сжигается в гиене огненное. Гиена огненная в одни Иисуса Христа – это была свалка за Иерусалимом, куда бросали всякий мусор, куда бросали приговоренных к смерти. И чтобы огонь не прекращался, туда все время подкидывали серу. Поэтому этот образ означает никчемность, ненужность, невостребованность, когда солома выбрасывается в этот пламень. Так и души нечестивых они бросаются в гиену огненную. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. Крещение Иоаннова было крещение в покаянии. Люди каялись в своих грехах, и если они исправлялись, то это предоставляло им возможность, что их грехи не будут востребованы. Потому что в Ветхом Завете великие пророки говорили о том, что если праведник жил благочестиво, потом стал жить нечестиво, его праведность не будет вспомнита перед Богом. И если нечестивый, он жил нечестиво, но потом стал жить благочестиво, его нечестие не будет вспомнита перед Богом. Поэтому крещение Иоаннова – это крещение в покаянии, по-еврейски «тешува» – покаяния. Такая перемена образа мышления, когда человек становится другим существом, он ведет новый образ жизни, то, что апостол Павел называет «ходить в обновленной жизни». Иоанн же удерживал его и говорил, «мне надо накреститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне». Это совершенно справедливо. Христу не надо было креститься ради самого себя, потому что у него не было никаких грехов, ничего такого, что можно было бы исправить через «тешува», через покаяние. Но Иисус сказал ему в ответ, «оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду, тогда Иоанн допускает его». Есть древнехристианское экзогетическое правило, «тихония» — это правило о Господе и его теле. Христос, живя на земле, действовал не только в соответствии со своим божественным статусом, но и являя пример своему телу, каковым является его церковь, верующая в него. И то, что он, который не нуждался в крещении, идет на крещение, чтобы исполнить всякую правду, он это делает для того, чтобы и нас научить исполнять всякую церковную правду. Как отец Павел Флоренский в свое время писал, это очень точные слова, «вся разруха в современной церковной жизни от невнимания к культу», то есть от невнимания к православному обряду. И мы помним, что Дева Мария на сороковой день проходила очищение в храме и принесла жертвы для очищения. Но разве Дева Мария нуждалась в очищении? Это тоже пример для нас смирения, что все мы должны покоряться воле Бога. А Христос сам о себе скажет, «Я пришел не нарушить закон, но исполнить его». Итак, Иоанн допускает Христа до крещения. «Ибо так надлежало исполнить всякую правду. И крестившись, Иисус тот час вышел из воды. И все отверзлись ему небеса. И увидел Иоанн, Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И все глаз небес глаголющий, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Вот почему этот праздник крещения Господня называется также и Днем Богоявления. Человек, который ввел равноангельский образ жизни в пустыне, Иоанн Креститель, он сподобился созерцать тайну Триединого Бога. У пророка Исаии сказано, что ангелы не видят Бога, они закрывают лики свои крылами, чтобы не принять за Бога то, что Богом не является. И в Писании категорично сказано, Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре очем, Он явил. И в этом событии крещения Господня происходит чудо из чудес. Человек, Иоанн Креститель, из плоти и кости, Он созерцает тайну Святой Троицы, тайну, сокрытую от многих и многих поколений людей. Если мы посмотрим на разные тексты Священного Писания, то мы увидим, как эта тайна раскрывалась с древних времен на страницах Ветхого и Нового Завета. Прямая цитата – это призыв к христианскому крещению во имя Отца, во имя Сына и во имя Духа Святаго. И даже первый стих Библии, первая глава, первый стих, на это обращает внимание святитель Филарет Дроздов, он свидетельствует о единстве во множестве в Боге, в нашем понимании о триединстве. Что мы видим? «Вначале сотворил Бог небо и землю, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой». Это первый и второй стих. Итак, первый стих сообщает, что Бог сотворил небо и землю. Глагол «сотворил» по-еврейски «бара» стоит в единственном числе. Но само имя Божие на языке оригинала «элогим» стоит во множественном числе. Таким образом, мы видим единство во множестве и множество в единстве при сотворении этого мира. Мир творится по воле Бога Отца, Дух Божий носится над водою, и мир творится речениями Бога. Что значит «речениями Бога»? «И сказал Бог, и сказал Бог, и сказал Бог». «То есть мир творится логосом, словом, то есть сыном. И само первое слово Библии, по-еврейски «берешит» в начале, указывает на то, что Бог творит мир в начале, то есть в сыне своем, который сам безначален. «Ибо не было такого времени, когда у Бога Отца не было Бога Сына, а у Бога Сына не было Бога Отца, иначе бы нам пришлось бы признать, что Бог изменяем. Но все, что изменяется, изменяется в лучшую или в худшую сторону. Для Бога неприемлемо ни то, ни другое, потому что Он есть абсолютно совершенный». Даже в нехристианских писаниях Господь Иисус Христос называется Словом Бога. А кто может представить, что Бог когда-то был без своего Слова, то есть немым Богом, на что обращает внимание Иоанн Дамаскин в своей полемике с агарянами-мусульманами. С другой стороны, мы, христиане, настаиваем на том, что вера в одиночество Бога, так как в одиночество Бога верят иудеи и мусульмане, она создает некие сложности и противоречия. Ведь если Бог есть любовь, если Бог есть милостивый и милосердный, и при этом Он неизменяем, то до сотворения мира Бог – любовь по отношению к кому? К себе, тогда Бог – источник эгоизма и себялюбия. До сотворения мира Бог – милость и милосердие по отношению к кому? К себе, тогда Он тоже источник эгоизма и себялюбия. Поэтому христианское учение о Троице решает это противоречие. Мы настаиваем на том, что Бог Отец предвечно любит Бога Сына, Бог Сын предвечно любит Бога Отца, и они предвечно пребывают в любви Духа Святаго, в том смысле, что любовь обоих также имеет жизнь саму в себе и постась, как и Отец и Слово Сын имеют жизнь саму в себе и постась. И это не три Бога, это один Бог, единый Творец. Например, первая глава, 26 стих книги Бытия «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Здесь мы видим опять множественное число. Иудеи в свое время пытались это объяснить тем, что как бы речь идет о Боге и ангелах, но нигде в Писании не сказано, что ангелы сотворены по образу Бога. Подобное мы наблюдаем в других местах Писания. Например, сказано, что словом Господа сотворены небеса. Имеется в виду то самое слово, о котором в Евангелии от Иоанна сказано, и слово стало плотью и обитало с нами полной благодати и истины. И в то же время сказанный Дух Божий носился над водою. Очень интересный текст – это второй Псалом, седьмой стих. «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Здесь речь идет о предвечном рождении, которое не имеет начала и не имеет конца. Итак, мы верим, что едина божественная сущность, и она не разделяется, как и сказано в главном исповедании веры еврейского народа «Шма Исраэля, Данай, Лакейну, Данай, Эхад». «Слушай, Израиль, Господь Бог, Твой есть Господь Единый». И вот эти слова «Данай и Эхад» не оставляют сомнения, что Бог один – это одна единая божественная сущность. Но в то же время, как я сказал, христиане не верят в одиночество Бога. Мы верим, что да, божественная сущность, она одна, но есть три ипостаси. Ипостась Бога Отца, ипостась Бога Сына, ипостась Духа Святаго. Но что значит наличие ипостаси при единстве божественной сущности? Все, что имеет Отец, имеет и Сын. Все, что имеет Сын, имеет и Отец, и Дух Святой, и наоборот, за исключением ипостасных свойствах. Ипостасное свойство Бога Отца, он безначальный. Ипостасное свойство Бога Сына, он предвечно рождается от Бога Отца. и это предвечное рождение не имеет начала, только в предвечном Боге Отце. Ипостасное свойство Бога Духа Святаго, он предвечно исходит от Бога Отца. Но это тайна, тайна непостижимая. И христианские теологи говорили, если вы нас спросите, чем отличается порождение от исхождения, мы не сможем объяснить. Но мы говорим так, как приняли эти боговдухновенные догматы, которые своей нелогичностью с точки зрения Тертулиана, учителя церкви, даже в силу своей абсурдности, он говорил, веруя, потому что абсурд свидетельствует о ином, чем нежели человеческое происхождение. В Писании мы встречаем очень интересное троекратное повторение. Например, пророк Исаии 6.3 «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Повторение слов, как, например, во фрагменте «Да восхвалят тебя народы Божие, да восхвалят тебя народы все, да благословит нас Бог, Бог наш, да благословит нас Бог». Это маленький отрывок, Псалом 66, 6 по 7 стих. И у пророка Исаии 48, 16 «Послал меня Господь, Бог мой и Дух его». И есть грамматические подобные конструкции и в Новом Завете. Например, послание к римлянам 11, 36. «Из него им и к нему». Таким образом, тайна Святой Троицы – это тайна непостижимая. И Иоанн Креститель первый созерцал эту тайну, поэтому этот день называется Днем Богоявления. Вера в Триединого – это вера в Божественную Любовь, которая чужда любому эгоизму и себялюбию. Христос, призывая нас к этой Любви, говорил «Будьте едины, как я един с Отцом». Христос вставил в пример Святую Троицу, единство лиц Святой Троицы друг с другом для христиан всех поколений. И когда преподобный Сергий Игумен Радонежский молился о том, как назвать обитель, которую он основывал в Радонежском лесу, Господь открыл ему тайну, что надо ее назвать во имя живоначальной Троицы, чтобы разрозненные славянские княжества под Святой Троицей, под Харугви Святой Троицы обрели единство в любви. Иоанн Креститель сподобился зреть тайну. Он видел Сына Божия, стоящего в струях Иордана особо, он видел Духа Святаго в виде голубина, который особо парил над головой Сына Божия, и из осеняющего облака особо слышал голос Бога Отца, который свидетельствовал о Сыне сей Сын Мой возлюбленный в Котором Мое благоволение. И мы, христиане, знаем, что подобное свидетельство Бога Отца повторится еще только один раз на горе Преображения, на горе Фавори, правда, с существенным добавлением. Здесь, в день Крещения Господня, голос Бога Отца свидетельствует «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». А на Фаворе, сказав это, голос Бога Отца добавит о Сыне Его слушайтесь. Здесь этого нету, потому что Христос еще не вышел на общественную проповедь, а между Крещением Господнем и Фавором будет и Нагорная проповедь, будут и притчи Господа Иисуса Христа, будет звучать из уст Его вечное Евангелие, благое слово Божественной Любви. Через Иисуса Христа мы постигаем Бога Отца. И когда апостолы просили Его «Покажи нам Отца и довольна», Он говорил «Сколько я с вами, и вы не видите». Ведь Христос в своей жизни раскрыл характер Бога Отца, показал намерение Бога Отца относительно нас. Чезо Иисуса Христа и Его заслугами мы сподобляемся получать Духа Святаго, потому что если бы Христос своей кровью не очистил бы нас от скверной греха, мы не сподобились бы принять чистоту благодати Духа Святаго. Как и сказано, в лукавую душу не внидит премудрость Божия. Блаженный Августин пишет «Когда Сын Божий входит в воды Иордана, Он освящает каждую крещенскую купель. И когда вода крещения касается тела любого крещаемого, происходит всецелое очищение его души. Ибо крещение не есть токма омытия плоской нечистоты, но это начало новой жизни, обещание Богу служить доброй совести, если крестится взрослый человек, если ребенок, за него это делают его крестные родители. И последний вопрос, который нельзя было сегодня не обсудить. Некоторые спрашивают, а как крестные родители могут веровать за младенца, тем более давать обещание, свидетельство доброй совести за него. Младенец крестится по вере церкви. Церковь установила это на Карфагенском соборе. Кто-то спросит, а как один человек может веровать за другого человека? тому много примеров Святой Библии. Давайте вспомним сотника, у которого слуга болел, пребывал в расслаблении, но Христос, видя веру его, этого сотника, сказал, иди, твой слуга здоров. Здесь прямо мы видим, что как по вере одного человека получает исцеление другой человек. Или когда четверо друзей спустили на кровати расслабленного, который, похоже, был расслаблен не только телом, но и душою, сказано, что Христос, видя веру их, таких верующих друзей, сказал расслабленному, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. То есть по вере одного другой может получать особые благословения Божие. Тем более, что мы знаем, что в еврейском народе человек входил в сообщество Израиля в восьмидневном возрасте, когда над ним совершалось обрезание. И, будучи обрезанным, он мог вкушать ветхозаветную Пасху, а наша Пасха Христос закланной за нас. Поэтому мы не только крестим наших младенцев, но и причащаем их, приобщая к Пасхе Христовой кровью Сына Божия и Его телом. Итак, сегодня мы говорили о крещении. Сегодня мы говорили о двух измерениях этого события, как день крещения Господня и как день Богоявления. Поздравляю всех вас с этим удивительным праздником. Берегите себя. Богоявления.